Техническое описание кода неисправности OBD2, промежуточный диапазон частоты вращения вала B, диапазон, производительность, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2 с автоматическими коробками передач, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Mazda, Toyota, Chrysler, Ford, VW, Dodge, Jeep, Mercedes, Lexus, Chevrolet и т.д. Несмотря на то, что общие этапы ремонта могут отличаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и трансмиссии конфигурации, промежуточный вал, также известный как промежуточный вал, помогает распределить вращающую силу от входного привода на выходной вал внутри трансмиссии. Скорость промежуточного вала зависит от того, на какой передаче вы находитесь, в механической коробке передач, переключатель передач определяет это, поэтому нет необходимости контролировать скорость вращения промежуточного вала, с другой стороны, в автоматической коробке передач. Датчик передач. Например, VSS – датчик скорости автомобиля, ESS – датчик скорости двигателя и т.д. Поможет вам в этом, поскольку большинство датчиков скорости имеют сходную конструкцию, ESM – модуль управления двигателем, в сочетании с TSM – модуль управления коробкой передач, может активировать P2746 и соответствующие коды P2745, P2747, P2748, когда они отчлеживают неисправность в датчике частоты вращения промежуточного вала или его цепях. Иногда, когда датчик выходит из строя, TSM использует другие датчики скорости в трансмиссии и определяет резервное гидравлическое давление для поддержания работоспособности автоматической коробки передач. Но это может значительно различаться у разных производителей. Код P2746 – диапазон. Рабочие характеристики датчика частоты вращения промежуточного вала устанавливаются ESM – модулем управления двигателем и, или TSM – модулем управления коробкой передач. Когда он, они контролируют состояние вне диапазона в датчике скорости B или его цепи, обратитесь к руководству по ремонту для конкретного автомобиля, чтобы определить, какая часть B является схемой для вашего конкретного применения. Примечание – запишите все коды, активные в других системах, если загорелись несколько сигнальных огней, например, система контроля тяги, ABS, VSS и т.д., фото датчика скорости трансмиссии. Какова серьезность этого кода неисправности? Я бы сказал, что эта ошибка умеренно серьезна как упоминалось ранее, ваша автоматическая коробка передач все еще может работать нормально, тем не менее, это также может быть показательным, если один или несколько более важных вопросов – диагностика любой проблемы передачи как можно скорее, лучшая стратегия, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомами кода неисправности P2746 могут быть – трудное переключение, подсветка многочисленных приборных панелей, плохая управляемость, неустойчивая скорость двигателя, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причинами этого кода двигателя P2746 могут быть – неисправный или поврежденный датчик частоты вращения промежуточного вала, электрическая неисправность в проводах между датчиком скорости и используемыми модулями, внутренняя проблема ESME, или TSM, другие связанные датчики, соленоиды повреждены или неисправны, например, датчик частоты вращения входного вала, датчик выходного вала, соленоид переключения и т.д., грязная или низкая жидкость для автоматической коробки передач, ATF, какие шаги по устранению неполадок P2746? Базовый шаг номер один – если вы изучаете этот код, я предполагаю, что вы уже проверили уровень трансмиссионной жидкости, если нет, начните с этого, убедитесь, что жидкость чистая и достаточно заполнена, как только все с точки зрения жидкости хорошо. Вам нужно найти промежуточный датчик частоты вращения вала, часто эти датчики устанавливаются непосредственно на корпус коробки передач, вы можете даже получить доступ к датчику из-под капота, это может включать удаление еще одного компонента, такого как воздухоочистители и коробка, различные кронштейны, провода и т.д., чтобы получить доступ. Убедитесь, что датчик и соответствующий разъем находятся в хорошем состоянии и полностью подключены, совет, обгоревшая жидкость ATF, жидкость для автоматических трансмиссий, является признаком того, что необходима новая жидкость, поэтому не бойтесь выполнять полную трансмиссию со всеми новыми фильтрами, прокладками и жидкостью, основной шаг номер два – легко доступный датчик скорости должен быть удален и очищен, это практически ничего не стоит, и если вы обнаружите, что датчик извлечен слишком грязно после его удаления, вы сможете буквально смыть проблемы, используйте очиститель тормозов и тряпку, чтобы обеспечить чистоту датчика, грязи, или стружка могут изменить показания датчиков, поэтому убедитесь, что они чистые. Примечание, любые признаки трения на датчике могут указывать на недостаточное расстояние между кольцом реактора и датчиком, скорее всего, датчик неисправен и в настоящее время попадает в кольцо. Если сменный датчик все еще не очищает кольцо, обратитесь к производственным процедурам для регулировки зазора приемника, реактора основной шаг номер три – проверьте датчик и его цепь. Чтобы проверить сам датчик, вам нужно будет использовать мультиметры и спецификации конкретного производителя и измерить различные электрические значения между контактами датчика, хорошим трюком является выполнение этих тестов с одних и тех же проводов, но на соответствующих контактах разъема ESM или TSM, это проверит целостность проводки и датчика. Продолжение следует...